Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Это почти в два раза превышает среднероссийский показатель. И в 36 данные по самым отстающим регионам Южным Республикам. Кировская область занимает в стране 17 место. У нас на 1000 человек 22 ипотечных кредита. За год показатель вырос в 3,5 раза. Растет объем выдачи по всей стране, несмотря на пандемию. По итогам первого полугодия показатель аналогичного периода вырос на 4%. Что касается сумм, то самые большие кредиты, предсказуемые в Москве, около 5 миллионов рублей. По 3,3,5 миллиона берут в Мособласти, на Чукотке, в Якутии, в Санкт-Петербурге и на Сахалине. Средняя цифра по России 2,4. В Кировской области 1,6 миллиона. Программа Экономика. Россияне продолжают тем временем сокращать расходы. В августе они тратили меньше по сравнению с июлем, сообщает исследовательский холдинг «Рамир». Средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5% по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 рубля. При этом объем повседневных расходов сократился сразу на 10%. Эксперты отмечают сокращение трат на протяжении 4 месяцев. При этом в исследовании говорится о росте расходов россиян на еду. В июле в среднем по стране 62 тысячи рублей. Это на 6% выше, чем в июне этого года. Правда, на 7,5% ниже июля 2019-го. Экономика. На 101 фн. Горожане тратят в Кировской области на еду больше, чем селяне. К такому выводу пришли в Кировстате, изучив расходы кировчан на питание в 2019-м. В среднем в месяц на еду на одного человека уходит 5000 рублей. В городе цифра чуть выше – 5150, в сельской местности – примерно 4,5 тысячи. Самая большая доля, четверть суммы – это расходы на мясо. На хлеб тратится примерно 20%, 18% – на молочную продукцию. По итогам прошлого года стату ведомства зафиксировало рост потребления фруктов и ягод на 5%, мясо на 20%, снизилось потребление овощей на 4%, сахара и кондитерских изделий на 3%. Экономика. В завершении валютах. Доллар сегодня 74,42. Курс евро 87,90. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.